Приветствую вас. Если честно, я не уверен в том, что вы до конца избавились вот от своей неуверенности в себе, да, и низкой самооценки. Почему? Потому что, ну, как бы, вы пытаетесь сейчас, да, расположить к себе людей, но делать этого, как бы, насильно, да, через шутки не нужно, потому что, и даже если у вас получится к себе расположить кого-то, ну, вот, что, я думаю, это будет весьма такие поверхностные отношения, потому что, ну, потому что на шутках общение не устраивается по-настоящему духовно близко. С одной стороны, да, то есть, людей нужно привлекать не шутками, а скорее, знаете, ну, своими, своими интересами нужно привлекать, своей эмоциональностью нужно привлекать людей. какому своей이지. Вот. И, возможно, неким, таким духовным аспектам, да, то есть, что бы вот людиисрушили, ну, чувствовали, что вы это вот прямо, ээээээ. Духовная личность. скажем так. Вот, вот это, пожалуй, действительно важная история. А вот то, что вы хотите сделать, ну, это, на мой взгляд, ведёт вас в никуда, совершенно, потому что, как бы, люди, они, даже если с вами и будут, ну, взаимодействовать, да, вот, то только вот пока вы их выселите. Это такой момент, да, это вот первый момент. А, значит, второй момент, значит, который хочется отметить, это то, что в числе юмора, опять же, в числе юмора нельзя научиться. Вот. То есть, чувство юмора, оно либо есть у человека, либо нет. Вот. И здесь очень важно, чтобы вы выпистовывали, именно выпистовывали. Я сейчас не сучу. Очень важно, чтобы вы выпистовывали, вот, то, что интересно вам конкретно. То есть, вот, чтобы, прямо, то, что вас интересует, вот, чтобы, то вы и пытались, условно говоря, реализовывать. И, да, скорее всего, люди будут, там, сопротивляться. Они, скорее всего, не будут одобрять то, что вы, ну, как бы, то, что вызывает у вас, к примеру, смех. Ну, вот. Это все так. Но, по-другому, по-другому вам не получится. Нельзя по-другому научиться как-то вот, ну, смешить, да, ищутить. То есть, необходимо вот именно свое чувство юмора привносить в реальность. Вот. Тогда будет, действительно, что-то качественное, тогда будет, действительно, что-то хорошее. Вот. А в спортивном случае я боюсь, что вы просто себя потеряете и растворитесь, ну, вот, растворитесь просто во мнениях других людей. Вот. Вот. И хорошего из этого ничего не получится. Вот. Так что здесь вам вот нужно именно такой, такой аспект для себя учитывать. Дальше. Если мы говорим о юморе, вообще, да, о шутках, обастроуме, вот, то здесь история следующая. История и момент здесь следующий. Важен именно контекст. Важен именно тот контекст, в котором, ну, контекст ситуации. То есть, сложность юмора определяется количеством контекста. Вот. И если вы смогли, например, значит, ну, найти, вот свой оптимальный вариант, значит, количеством контекста, чтобы вам нормально было, нормально было. Вот. Чтобы вам было хорошо, чтобы вы себя чувствовали комфортно. Вот. В этом. Это и будет, собственно, идеальным, идеальное количество для вас, ну, собственно, контекста. Это будет идеальный для вас юмор. Идеальный для вас, вот, уровень юмора. Вот. Который, конечно, может быть не идеальным, да, но... Вместе с тем, несмотря на то, что он не идеален. Это все же будет то, где вы будете чувствовать себя, ну, максимально естественно, да, где вы будете чувствовать себя максимально комфортно и, соответственно, сможете реализовать себя максимально качественно и хорошо. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Помогу. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Продолжение следует... Продолжение следует...